Мы продолжаем специальный проект «Первоуральск для тебя» в новой серии. Наши корреспонденты и жители города расскажут, как меняется Первоуральск не только на гостевых маршрутах, но и во дворах. Скамейки, новая плитка, уличное освещение, цветочные клумбы и десятки первоуральцев, которые каждый день приходят отдохнуть на новую аллею на улице Трубников. Этим летом ее благоустроили по программе «Инициативное бюджетирование». 5% от стоимости работы платили жители близлежащих домов, еще 20% – приглашенный спонсор. Остальные средства были выделены из областного и муниципального бюджетов. Раньше первоуральцы старались обходить это место стороной. Было значительно хуже. Асфальт был, но старенький, и дождем, и грязью, и перекопано было, и деревья заросли были, и мусор был. Теперь можно гулять, вон ребята катаются. Мы пешочком ходим, не в обход. Вообще приятно, что так преображается улица. За последние пять лет в Первоуральске преобразились десятки городских пространств – аллеи, дворы, улицы. На благоустройство детских и спортивных площадок было направлено более 55 миллионов рублей. Новые объекты устанавливали и в городе, и в сельских территориях, таких как Перескачка, Кузина, Хрустальная, Белимбай и многих других. Самый большой двор Первоуральска между домами 3, 5, 7, 9 на улице Вайнера. В 2018 году он стал частью программы формирования комфортной городской среды и преобразился благодаря взаимодействию федеральных, областных, муниципальных властей и местных жителей. На площади 8 тысяч квадратных метров развернулось современное пространство для игр и отдыха первоуральцев разных возрастов. Конечно, сравнения нет. Много разных вот этих предпособлений. Он был, как бы, тоже интересный был у нас, но сейчас вообще нет сравнения. Каждый день ребята занимаются и для маленьких, сочницы, карусельки, и для больших. Летом были лагеря школьные, и вот дети здесь прямо приходили каждый день и играли. Уже через год после двора на Вайнера началась реконструкция придомовой территории на улице Трубников. Разрабатывая проект благоустройства, жители решили, что им необходимы не только горки и парковки, но еще и современный футбольный корт и уличные тренажеры. То, знаете, у них пустырь был вот такой вот, ничего не было. Вот этот корт сделали очень хорошо, и вот играть, и замечательная вообще площадка. Вообще, молодцы для детей вот это сделали. Играть есть где. Если бы не эти площадки, то детям-то тут нигде было. Вот горка вот эта была такая, просто снег лежал, и они на фанерках катались. Ну, потом поставили вот эту одну. Ну, для двора-то это мало. А теперь все. Хорошо, так бы везде делали. Вот только благоустроили, вот стало красиво. Ну, и вот будущие футболисты растут у нас тут, чемпионы. В 2020 году по той же программе был благоустроен и один из самых маленьких городских дворов. У дома номер 82 на улице Береговая появилась детская площадка с резиновым покрытием, современные турники и горки, скамейки и клумбы. Все лето здесь, целый день. Кто на качели, кто что, вот туда залезут наверх. Там сидят и песни поют. Вместе с установкой площадок и скамеек городские службы наполняют первоуральские дворы деревьями и кустарниками. За последние два года на территории города было высажено порядка двух тысяч зеленых насаждений. В прошлом году было высажено порядка трехсот деревьев, сосен и кустов сирени. По московскому тракту было высажено порядка семидесяти пяти сосен. На герцем высаживаем яблони, на лево, на яблони высаживаем. Также высаживается очень много растений, зеленых насаждений на общественных территориях. Это на территории КЦ, на территории набережной пруды, на площади высаживается очень много корабельной рощи. Постепенно преобразить Первоуральск не только на гостевых маршрутах, но и во дворах цель, которую ставят себе городские власти. В том числе создать 10 карманных парков, то есть компактные зеленые зоны среди жилых зданий. За последние пять лет мы комплексно благоустроили шесть дворовых территорий, установили 28 детских и спортивных площадок и большую часть из них мы установили в СТУ. Мы обязательно будем продолжать эту работу, будем продолжать благоустраивать общественные территории в нашем городе. 40% дворов оснастим детскими и спортивными площадками, будем продолжать работу по озеленению. В наших планах высадить более 20 тысяч саженцев. Сделать Первоуральск городом максимально комфортным для жителей – приоритетная задача, обозначенная главой города Игорем Копцом. Значительная часть программы «Первоуральск» для тебя посвящена именно этой теме. Реализовать задуманные городские власти планируют в период до 2028 года. Екатерина Сердитых, Денис Хромцов, Новости Первоуральск.